Артём уже сегодня говорил о защите животных И вот у нас в гостях представитель ассоциации ВИТО Которая занимается целенаправленно Итак, поприветствуем Здравствуйте, дорогие друзья Меня зовут Константин Сабинин Центра защиты права животных ВИТО Это российская организация, которая стала уже международной И мы будем за право всех животных И порядка семи лет уже, если не больше Мы дружим с Артемием Троицким То есть неожиданно так, в бою Он побежал нас, когда в 2004 году В одной из известных же галерей Москвы Войтан-галерей происходила жутчайшая выставка расчлененных животных И познакомившись с Артемием Мы получили поддержку его Когда готовили письмо с протестом к властям Против подобных действий Попыток сделать садизм искусством И это удалось, потому что Аплодинок был подобных всем любителей искусства Он больше жестокости к животным И я так коротенько пройдусь по тем вехам Потому что очень протоксальная ситуация произошла сейчас Происходит с Артемием Поскольку он, как всегда, борел за справедливость А в данной ситуации как бы И защищает всех угнетенных Угнетенных, обездольных, в том числе В первую очередь животных Которые в абсолютном лишены права в нашей стране Вообще в мире Крадет тяжелого центра бедствия И везде их используют на мясо, на мех В опыту, в развлечениях И Артемия горячо поддерживает И выступает в защиту Таких обездольных И в данной ситуации Поддержка требуется именно Артемию Потому что со всех сторон у него валятся шишки Совершенно недослуженные Совершенно подтасованные До смеха, до Хармса Ну вот, значит, смотрите В 2004 году он с ним познакомил В 2005 он активно включился в борьбу Против охоты И его яркое выступление на пресс-конференции А также участие в нашем фильме Ответный выстрел Который на сайте где-то можете найти И абсолютно гениальное интервью его Против охоты и охотников Ну, цитаты вы слышали из его прямого СМУ здесь В 2006 году он и по сей день Без сменно является членом жюри Международного конкурса Дизайн против мехов Где участвуют дизайнеры со всего мира Которые готовят блокады против мехов Используемые животных на мех В 2007 году Артемия участвовала в известной компании Результатом которой стал памятник Первый в мире памятник бездомной собаки Убитый на станции Медельевской Восстанчинской мальчик Который принимали все известные Культуры Макалевича Также в 2007 году уже Я так, коротенько Который уже получил в тот период Грамму и медаль От Всемирного офиса защиты животных А также от пяти Всемирной известной организации По защите прав животных Куда их ходим мы В 2008 году Пожалуй, самая известнейшая эпопея С его участием И непосредственного участия его И очень серьезный ролик При организации В организации, в которой он принял участие Это Компания против убийства бельков Детенышей гимнадского уделения На Белом море То, что происходило В этих маленьких белых комочках Нарожденных гили папами Поговорили, говорили, убивали Снимают шкуры И Троицкий Соответственно, слава Вайкули С Кляром С Меидом Игаленой С спортивным комбинатором Гусем А также при поддержке Андрея Макалевича Ну и при нашем Участии Участков В этом вылете Героическом вылете на вертолетах Прямо на льды Гелого моря Результатом чего Результатом чего Стало запрет Озвученный из-за самого Премьер-министра Путина Да, Путин сам сказал Что конец правому промыслу И все В России горшки Левая треков В данном случае Путин заслуживает Большого уважения Поскольку он поддержал Правильную инициативу Вот И В 2010 году Вот тут отец Андрея Говорил о Баран В 2010 году Артемий Троицкий Также наряду Не всех Но многих Общественных деятелей Которые мы обратили За поддержку Против Совершенно варварского Кровавого обычая Который сейчас Попытался Войти в нашу жизнь Это Женоприношение На гурбан Вайрам Когда просто Прилюдно на улице При Рядом Вблизи детских садов Школ Женых домов Убивали баранов На мусульманский праздник Вот Благодаря этому письму А также огромному количеству Жалоб Возмущения москвичей Как-то, наверное, запретил Этот праздник Что можно назвать Ну, а в 2011 Случилось то, что случилось сейчас Вдруг мы узнаем, что Артемий Троицкий Выступая против Жестокой Лиссуры Собак И критикует Дрессировщиков Получает репрессию То есть мы считаем, что Это совершенно необоснованно Потому что В цирках Застоящим образом Дрессируют Животных И у каждого человека Есть право на бойко Цирка Не везти туда детей Ни ки самому Смотреть на эти Ревляю несчастных работ Пленников Мало того И выступит Также ярко и явно Как это сделал Артемий Троицкий Академий Позор Дрессировщика Дрессированного Путеля Вот В то же время Он выступил за свободу Все Все Таковые животные В том числе Собак И так далее Поэтому Град Как Артемий Троицкий Я надеюсь Он меня поддержит сейчас Где Артем Здесь Артем Свободу Животным Нет Грессурия Нет Цирковой Грессурия Всем Свободу Не надо забывать Что люди Тоже Животные Читающиеся Высокообразованными Высокоочувствительными На самом деле Творят Такие чудовищные Зверства Что ни одному Животному Зверя на земле Даже И призвиться не сможет Те ужасы Которые творят Люди на земле Так вот Артемий Троицкий Тот человек Который Преодолел Барьер Непонимания Незнания Нежелания И Практически Абсолютный Человек Нового Будущего Который Выступает Против любого Насилия Животных Будь то Мех Охота Цирки Другие развлечения Вот Ну не буду Рассказывать Все секреты Это он потом Самослучит В общем Свободу Артемий Троицкий Я не буду говорить Потому что он Всегда будет свободен Что бы с ним Не случилось Но Я считаю Что правда На его стороне И мы На его стороне И весь народ На его стороне Поэтому Артемий Троицкий Парелла